Хозяйство Чувашии готовится к посевной. Чтобы обсудить нюансы этого года, аграрии собрались в Урнарском районе. Корма для скота у вурнарского мясокомбината свои. Выращивают столько, что хватает не только перезимовать при полных кормушках, но и на продажу в другие хозяйства и агрохолдинги. У нас всего более 10 тысяч гектаров земельных площадей мы обрабатываем. Мы в основном выращиваем все кормовые культуры, кукурузы, зерно для скота и также многолетние травы. Семена кукурузы закуплены на тысячи гектаров. Также каждый год стараемся менять сорта. К новой посевной здесь готовы. В конце прошлого года прибыль от реализации молока позволила приобрести новую технику и запастись удобрениями. Однако, если бы с этим помедлили и отложили покупку, к примеру, до весны, сеять бы, вероятно, пришлось на старом оборудовании. Цены на молоко в последнее время существенно снизились, а вот на топливо, наоборот, выросли. Чтобы во всяком случае удачно собрать и продать урожай, в Министерстве сельского хозяйства советуют грамотно спланировать посев. При составлении структуры посевных площадей, учитывая опыт прошлых лет и прошлого года в том числе, конечно, мы очень просим хозяйства не с фанатизмом, не заниматься техническими культурами или не водить эксклюзивные культуры, которые никогда, ну, традиционно в нашем регионе не выращивались. Это такие, как подсолнух, допустим. Ну, не хватает для подсолнух у нас солнечного тепла. Заниматься всем только зерновыми культурами – это тоже неправильно. Это приводит к перенасечению рынка и потом к снижению цены на данные продукты. Поэтому всего должно быть помаленьку. Начинать сеять в хозяйствах Чувашии планируют через 2-3 недели, если, конечно, позволит погода. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.